Само здание – это уже история. Построили его 105 лет назад. Вот вам первый интересный артефакт. Этот интересный артефакт был обнаружен в 1998 году во время реконструкции нашего здания, тогда, когда поднимали полы в зале заседаний. На этой табличке нанесены фамилии немецких военнопленных, которые принимали участие в восстановлении, в восстановительных работах в реконструкции этого здания. Рабочий стол управляющего – тоже уже раритет. Дисковый телефон, старинные печати – вот и форма сотрудника банка прошлого столетия. Самый прочный сейф в мире – счетная суперумная машинка. Посмотреть есть на что. Можно спросить, это настоящая? И самое интересное – деньги. Вы знали, что всего несколько веков назад 100 рублей пятикопеечными монетами весили под центнер? Сходить бы сейчас с такой ношей за хлебушком. Первые бумажные купюры появились 250 лет назад. Несмотря на высокие по тем временам степени защиты, почти сразу же их научились подделывать. За последние 500 лет в России было проведено 13 денежных реформ. В результате мы получили банкноты, которыми пользуемся сегодня. Такие экскурсии в главном банке страны для школьников не редкость. Финансовой грамотности и бережному отношению к деньгам необходимо обучать с детства. Деньжные средства требуют бережного отношения по причине большой трудоемкости изготовления денежных знаков. Только на изготовление одной купюры требуется прохождение 65 операций для того, чтобы она вышла в обращение. Наконец, самая приятная часть экскурсии. Ребятам разрешили печатать деньги. Хоть и не настоящие, но впечатление этот факт ничуть не испортил. Ажиотаж полный. Готовые купюры школьники грузили в инкассаторские машины и отправляли в банки. Скачок во времени лет, скажем, 30. И вышедшие из обихода деньги юные банкиры утилизировали. Меня поразили деньги. Они, во-первых, делались как скатерть, большие. За 5 рублей можно было купить дом и еще корову. Меня огорчило то, что мы делали, уничтожали, точнее, деньги, потому что это было, знаете, как-то некрасиво, что ли. Брать печат и печатать постоянно много денег. Это было очень прикольно. Если бы все эти деньги превращались в настоящие, я бы их потратила на сумки, платья, браслеты. А оставшиеся бы деньги я дала родителям в помощь. Хотел бы тут работать, потому что тут очень интересно. Тут рассказывают про все экспонаты. И тут много денег. Да, тут очень много денег. На них можно купить все, что угодно. Светящиеся от впечатлений с багажом знаний и с полными карманами денег, пожалуй, лучший итог экскурсии. Юлия Белякова, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИ.